Всем привет, ребята! С вами Даша, и вы попали ко мне на канал. Я, как всегда, рада вас видеть, и если вы здесь в первый раз или в 101-й, я вам всегда рада. И не забывайте, что у меня есть еще один англоязычный канал, где тоже часто выходят видео. Я оставлю ссылочку на него вверху и внизу. Загляните и подпишитесь там тоже. А в сегодняшнем видео я вам расскажу, что мне подарил мой любимый муж на прошлый день рождения. Да, так бывает, просто подарок был куплен совершенно недавно, то есть в январе, в середине января, был влог на англоязычном, кстати, канале из Милана, где мы гуляли по Милану, я показывала вам город, а также в тот же день мы купили этот подарок, и я там шла с этим пакетиком и говорила ему «Грация море», целовала в щечку. В общем, если вы не видели этот блог, обязательно сходите и посмотрите, ссылочку тоже оставлю внизу. А также мне пришло в голову, что, во-первых, если бы я рассказывала вам только про подарок, видео было бы слишком коротким. А во-вторых, мне кажется, что здорово, если я могу с вами чем-то поделиться, а не только показать вещь. Поэтому я вам расскажу про свое отношение к деньгам в семье, к бюджету в семье, потому что слишком часто этот вопрос стал подниматься в комментариях, и я решила, что будет лучше, если я вам всем расскажу одним разом, а не буду отвечать вот такими письменами каждому. Итак, начнем мы с подарочка. Он находится вот в этой миленькой коробочке. Я, конечно, не мастер перезавязывания коробочек Шанель. Я ждала до последнего и не носила это, но так сложилось, что несколько дней назад, было 14 февраля, и я не сдержалась и решила, что без этой вещички мой наряд, ну, никак не полноценен, и я обязана была это на себя надеть. Поэтому мне пришлось развязать коробочку, а так как я развязала ее недостаточно аккуратно, чтобы потом завязать точно так же, поэтому завязывала я как умело и как могла. Не идеально, но похоже на правду. Она обычно завязана примерно так же, не так, конечно, но примерно так же. Сверху камелия, черная коробочка с надписью Шанель. Вы уже поняли, что тут что-то маленькое, а что я вам сейчас покажу. Представим, что я открываю коробочку в первый раз. Я тяну за ленточку, бантик развязывается, я снимаю ленточку, и у нас с вами миленькая классическая черная коробочка. Внутри лежит черный футлярчик. На футлярчике такими, как же это сказать, практически выдавленными в материале. Материал чем-то на ощупь похож на замшу, но это не замша. Не могу определить, что это за ткань. Очень мягкая, очень нежная, и мне будет на самом деле приятно в этом хранить эту вещичку. И она, и этот чехольчик, такой футлярчик открывается в четыре стороны. Раз, два, три. И вы готовы это увидеть, да? Готовы? Готовы? Четыре. Та-дам! Я думаю, что кто-то мог уже догадаться. Я очень давно хотела себе брось Шанель. Я знаю, что это своего рода клише. Это такое же клише, как и сумка Шанель. Но это клише можно обыграть по-разному. Это вечная вещь, это вещь, которую, когда вы получили один раз, вы, скорее всего, оставите себе ее на всю жизнь, и, вполне возможно, она перейдет к вашей дочке, внучке, я не знаю. Это вещь, которая никогда, никогда не выйдет из моды, всегда будет актуальна, и всегда будет возможность ее здорово обыграть. Опять же, я долго думала, какая именно брошь должна быть у меня, потому что их огромное количество, и я не могла выбрать. Я очень долго хотела винтажную брошь, хотела простую, золотую, не такую большую, а чуть поменьше. Но, когда я увидела эту, у меня вообще, как сказала бы моя бабушка или мама, губа не дура, на то, что я посмотрю, это всегда самая дорогая вещь. Я не знаю, почему так происходит в магазине, даже если это неизвестная марка, молодой бренд, вещь, за которую мне тянется рука, она всегда окажется самой дорогой. Также вышла из брошкой, из тех брошек, которые я видела в бутике за все 155 раз, что я там была, это самая дорогая брошка. Но я ее выбрала вовсе не из-за этого, а из-за того, что я хотела брошку в золотом цвете, в не супер ярком, в таком почти в белом золоте, чтобы она круто смотрелась в любом аутфите. И я очень хотела, чтобы она была с жемчугом, с таким красивым крупным жемчугом. Я не очень люблю брошки с камушками, но в этой брошке присутствуют камушки, но они такие прямоугольные, длинненькие. Я не помню, как называется эта огранка. Вообще из головы вылетела багет, точно вспомнила, багет называется огранка обычно у бриллиантов такой формы, но это не бриллианты, а, естественно, стразы. И давайте я вам покажу эту брошечку поближе. Вот как моя брошечка выглядит вблизи. Это довольно-таки крупные такие жемчужинки, и они обрамлены светлым белым золотом, и по этому белому золоту идут стразы с огранкой багет, то есть прямоугольненькие стразинки. Не обращайте внимания на мои ногти, я только сегодня себе сняла гель-лак сама себе, поэтому они в не самом лучшем состоянии. Чтобы вы имели примерное представление, как смотрится брошка, я специально показываю вам это видео в этом пиджаке, и примерно эта брошка смотрится вот таким вот образом. Кстати, мне пришла в голову еще одна здоровская мысль, как мне кажется, потому что многие мне скажут, а, брошка Шанель вообще не классно, нет, нет. Но, ребята, я бы сказала, да, брошки Шанель, потому что есть миллион способов, как ее можно обыграть интересно и не так, как все. Самый простой способ, конечно, нацепить на пальто, но есть и много других способов. И к чему это я? Если вам интересно, как можно носить довольно-таки крупную брошь, не обязательно Шанель, у вас может быть любая крупная красивая брошь, как ее можно обыграть. Если вам интересно, напишите мне в комментариях, и я сниму вам видео, как носить броши. Я с этой малышкой просто в безумной любви, я не знаю, как еще выразить свои эмоции, потому что я ее очень давно хотела. Кстати, по поводу моего отношения к подаркам. По большому счету, брошь я себе могла купить уже миллион лет назад сама, и вовсе не ждать, что мне ее кто-то подарит, потому что... Но возможность купить эту брошь у меня есть. Не могу сказать, что в любой день пойти и купить, но я без сложности бы на нее подкопила денежку и купила бы. Для меня очень важно, чтобы подарки, которые мне делает мой муж, чтобы они были чем-то вечным. Мне бы не хотелось в подарок получить поход куда-нибудь, или поездку куда-нибудь, или какое-то супер дорогое классное платье. Мне хочется, чтобы об этих подарках я помнила, чтобы они мне никогда не надоели, чтобы они именно были вот этой вечной вещью. Поэтому мне очень нравится, когда подарок это украшение, украшение, которое я давно хотела, и как в ситуации в случае с этой брошькой, украшение, которое, скорее всего, будет со мной всю мою жизнь и будет радовать меня долгие-долгие годы. Мне хочется, чтобы этот подарок не потерялся в годах, а напоминал о себе, чтобы в моей шкатулочке собиралась такая маленькая коллекция воспоминаний. Это вовсе не к тому, что я не покупаю украшения сама, я и сама покупаю украшения, но именно когда речь идет о подарках, не знаю, я подумала, что вам это может быть интересно, что я не люблю подарки однодневки, я люблю подарки, которые длятся всю жизнь. Опять же, я это говорю не про подарки от подруг, друзей, я говорю это именно про подарки от моего мужа. Мы плавно подошли к теме семейного бюджета. Я уж не знаю, с чем это связано, но какое-то неадекватное количество вопросов у меня в комментариях про деньги, про семейный бюджет, про то, как мы распределяем семейный бюджет, про то, как ты можешь себе позволять такие дорогие покупки, как тебе муж позволяет столько тратить и так далее и тому подобное. И я решила немножко прояснить эту тему, чтобы хотя бы половина из этих вопросов отпала или чтобы на любой подобный вопрос я смогла отдать ссылку на видео, чтобы человек пошел и посмотрел, чтобы я каждому так много не расписывала. Начнем с того, что семейный бюджет в Италии, он строится немножко по-другому, не совсем так, как в России. В России почему-то, на мой взгляд, немножко каменный век в том плане, что женщина на кухне варит борщи с детьми, мужчина зарабатывает, обеспечивает семью. В лучшем случае работают оба, но все равно все продолжает оплачивать мужчина. Я не говорю, что это 100% пар семейных так живут, но большая часть, насколько это знаю я. В Европе все обстоит немножко по-другому. Тут нет такого четкого распределения, как в России, что мужчина зарабатывает на всю семью, а женщина не должна работать или что-то тому подобное. В Европе, мне кажется, в 90% работают в семье оба, и муж, и жена, и оба вкладываются в дом так же, как и тратят на себя. Если вы думаете, что я только покупаю красивые сумочки и шмоточки, то вы глубоко заблуждаетесь. В последнее время стало складываться ощущение, что если это не показано в инстаграме и в соцсетях, значит этого не существует. Если я вам в инстаграме не показываю чеки оплаченных мной налогов на машину или счетов за что-то там дома, то это не значит, что я этого не делаю. Понимаете? Я вкладываю очень много в дом, я, например, оплачиваю все счета и налоги на свою машину, а это очень дорого в Италии. Поверьте мне, это огромные деньги, это не те суммы, которые были в России. В России, боже мой, за Ауди в свое время в России я платила какие-то 6 тысяч рублей, мне кажется, за год, за страховку, за каско, если нет, за ОСАГО, за ОСАГО, да. И это мне казалось, да вообще так-то недешево. Но после того, как я столкнулась с ценами на ОСАГО в Италии, я поняла, что это были такие гроши в Италии, я плачу больше 1000 евро в год за ОСАГО своей малышке, которая 1,2 литраж двигателя, а в России у меня была двухлитровая спортивная Ауди как бы. Это совершенно разные машины по мощности, по размеру, по всему, и страховка на малышку стоит всего лишь в каких-то раз 12 больше, чем страховка в России на спортивную машину. Далее, все, что связано с котами, их болезнями, их едой, их чем угодно, это все тоже лежит, например, на мне в семье. Чтобы вы понимали, простой поход к доктору, к ветеринару без каких-либо анализов, это 30 евро, просто что зайти и выйти. А кошки у меня болеют довольно-таки часто, и я не знаю, сколько у меня в год уходит на кошек, это страшно подумать. Когда я заезжаю закупиться им за едой, я минимум 200-300 евро отсчитываю, потому что я хочу, чтобы у меня котики питались хорошо, хорошей, достойной едой, чтобы они жили долго и счастливо в нашей семье. Также, допустим, продукты, все продукты в дом покупаю я, и никогда не было, чтобы я зашла в супермаркет и расплатилась меньше, чем евро на 150, пожалуй. И вы понимаете, да, что я не один раз в месяц хожу в супермаркет. Это я привела несколько примеров того, на что, допустим, я трачу деньги. Также весь гардероб, так как мне это нравится, мне нравится этим заниматься, весь гардероб лежит на мне. У меня муж ненавидит магазины всеми фибрами души. Ему он, не знаю, дай лопату, он перекопает весь огород лучше, чем он зайдет на 2 минуты в магазин. Он просто не переваривает их органически. Поэтому всю эту неприятную для него работу делаю я. Я онлайн заказываю кучу вещей, я знаю хорошо его вкус, я заказываю кучу всего, приходят огромные коробки, он спокойненько. Когда у него есть настроение, дома все это померяет и говорит, вот это я оставляю, вот это можно отправлять назад. Так что все, допустим, расходы по гардеробу, по моему и по его, тоже лежат на мне. Это я так решила. У нас не было такого, что мы сидели с ручкой и записывали, что ты будешь оплачивать это, а ты будешь оплачивать то. Просто я примерно представляю, что сколько стоит, и в итоге у нас получается такое определенное 50-50. Но никто никого никогда этим не помыкает, никто никогда не упрекает никого. Если у кого-то нет возможности что-то оплатить, оплачивает второй, без вопросов, не задавая вообще никаких вопросов. Мне нравится тот факт, что я являюсь полностью самодостаточной девушкой, женщиной, что я никогда в своей жизни никогда не спрашивала денег на то, чтобы купить себе что-то. Я себе, честно говоря, даже представить не могу, чтобы я подошла к мужчине и попросила денег на крем, на косметику, на сумочку, чтобы еще кто-то за меня решал, сколько я вправе потратить на ту или иную вещь. Я слишком гордая, пожалуй, для этого, я слишком не люблю отказы, я точнее их не терплю вообще, чтобы спрашивать у кого-то на что-то деньги. Мне спокойно и удобно, что все, что у меня есть, я могу позволить себе сама. Я этому рада несказанно. Честно, я была бы рада гораздо меньше, если бы все это покупал мне мой муж. Пожалуй, я бы себя чувствовала в определенной степени беспомощной, что если в один день у меня муж перестанет зарабатывать, то весь мой материальный доход перекроется. Я не знаю, как девушки с этим живут. Я никого не упрекаю. Я не лезу никому в семью. Я не хочу лезть в ваши семейные устои. Потому что для каждого правильно по-своему. Я сейчас вам рассказываю, как правильно для меня в моей семье. Это вовсе не говорит о том, что это должно быть единым правилом для всех. Это мое мнение, но ни в коем случае я вам его не навязываю. Мой муж никогда не задает вопросов, сколько стоила та или иная вещь, или сделала я 50 заказов в этот месяц, или ни одного. Он, не знаю, если он видит на мне что-то новое, он всегда это замечает. Он говорит, блин, как ты классно выглядишь, о, какие красивые туфли у тебя. Но ни разу, сколько мы лет уже вместе, даже страшно подумать, 6-7, я не помню. Ни разу за все эти годы он у меня не спросил, а сколько это стоило. Ни одного раза, ни одного намека, никогда. Я заработала, и я вправе это тратить туда, куда я хочу. Естественно, я никогда не забуду про нужды дома и нужды семьи. Но все, что у меня осталось, помимо этого, я вправе тратить, куда мне только заблагорассудиться. Далее, я не тот человек, который будет когда-то что-то тратить подчистую. На моей карте у меня всегда есть определенный неприкосновенный запас. Это большая сумма денег, я не буду озвучивать какая, но большая. Она предназначена для того, что если что-то случится, не дай бог, кто-то может сильно заболеть, нужна какая-то серьезная операция, авария, что угодно. Не приведи просто судьба в дом несчастья, но если что-то случится, всегда есть сумма, которая покроет любую операцию, любую медицинскую помощь, которой хватит на первое время без работы. И этот неприкосновенный запас я не трогаю никогда. Как бы мне не хотелось какую-то сумочку, туфельки, что угодно, поездку на тропические острова, я никогда не притронусь к этим деньгам. Они там лежат и будут лежать, я надеюсь, до скончания веков, что никогда мне не придется их тратить. Пусть они там лежат, и я вам тоже советую, если вы уже в более сознательном возрасте, в 18 лет, естественно, я ни на что не откладывала, ничто не копила, и в 20 я ни на что не откладывала, потому что в 20 лет ветер в голове, и ты точно не думаешь о том, что ты можешь попасть в аварию, тебе понадобятся деньги на серьезную операцию. Но когда тебе уже 28, как мне сейчас, то начинаешь задумываться, у тебя есть определенная ответственность, у тебя есть муж, семья, работа, и у тебя просто должен быть этот неприкосновенный запас, к которому ты всегда можешь обратиться, чтобы у тебя в жизни не случилось. Также я никогда не буду тратить на вещи, зная, что у меня есть что-то неоплаченное по дому. Если я знаю, что у меня неоплаченная страховка, или газ, или у меня пустой холодильник, я никогда не буду себе что-то покупать. У многих складывается какое-то неправильное впечатление обо мне, и мне очень хочется развеять все эти мифы, что я трачу огромное количество денег, и, наверное, у меня там в холодильнике мышь повесилась. Нет, ребят, у меня все счета оплачены, всегда полный холодильник, у меня всегда приготовленный завтрак, обед и ужин, потому что я люблю готовить. Мы каждый год ездим отдыхать, то есть я своими тратами семью не ущемляю ни в коем случае. Мои траты это только экстра деньги, которые остаются после каких-то жизненно необходимых трат и каких-то семейных удовольствий по типу отдыха. Отдых, кстати, тут тоже интересный момент. Я не считаю, что отдых полностью должен оплачивать мужчина. Если, конечно, у вас муж зарабатывает в 10 раз больше, чем вы, и для него это вообще ничего не стоит, оплатить отдых всей семье, это классно, это здорово. Но это не наша ситуация, мы зарабатываем примерно одинаково с мужем, поэтому, когда у него чуть больше возможностей, чем у меня, отдых, возможно, оплачивает он. Когда у меня больше заработалось, скажем так, то отдых без задней мысли оплачиваю я. Мне никогда не будет жалко оплатить отдых или купить что-то в дом или сделать ремонт в какой-то комнате полностью на свои деньги. Я не придерживаюсь того, что это должен делать мужчина, а я вообще к этому не прикоснусь. Я не понимаю такого отношения, я не понимаю таких устоев. Они тоже имеют место быть просто лично для меня, как для Даши, это неприемлемо. Мне кажется, что в семье должна быть поддержка такая взаимная, без которой настоящей семьи, как мне, опять же, кажется, ее просто не будет. Федерико всегда меня поддержит в любой ситуации. Любит он, не любит то, чем я занимаюсь, он всегда меня поддержит. И также всегда поддержу его я. Начиная от такого элементарного, как когда я вела блог, допустим, он делал все мои фотографии для блога. Он ненавидит фотографировать. Он никогда бы в своей жизни не прикоснулся к камере, если бы не для меня. И это была такая огромная поддержка. Это стоит больше, чем любые миллионы, когда человек для тебя что-то делает, не прося ничего взамен. У меня слезы наворачиваются на глаза, пока я вам это рассказываю, потому что для меня это что-то такое большое. Он так себя проявляет в любой ситуации. Когда у меня опускаются руки, когда я не знаю, что дальше делать, то он всегда приходит на помощь. Он всегда обнимет меня и направит, поможет. Он сядет рядом со мной и скажет, так, давай возьмем листочек и разберемся. Что нужно сделать, чтобы все получилось? И я перестаю плакать, успокаиваюсь, и мы вместе решаем, придумываем выходы из ситуации. В работе, в которой он не смыслит совершенно ничего, будь то блогинг или фотография, он всегда моя самая надежная опора, моя самая большая поддержка. И это стоит гораздо больше, чем какие-то деньги. Мы с одной девочкой в комментариях закусились, так сказать, на эту тему. И она писала, что вот мужчина должен ухаживать, как же так, что же так. Простите, но я не считаю деньги ухаживанием. Ухаживать, это значит оберегать. Оберегать от трудностей и от злого, возможно. И он за мной ухаживает всю жизнь так, как я желаю каждой девушке, чтобы за ней так ухаживали, как ухаживают за мной. Меня ограждает он от всех сложностей. Но если по жизни я решила, что я хочу работать и хочу добиваться, то меня не нужно ограждать от этих сложностей. Меня не нужно ограждать от сложностей зарабатывать, потому что мне это доставляет удовольствие. И ухаживание, это совсем другое. Это когда ты лежишь, ленишься и говоришь, мне так неохота готовить ужин, потому что, я не знаю, я так устала сегодня. А он, возможно, устал в 10 раз больше, чем вы, и он пойдет на кухню и приготовит ужин, скажет, не переживай, дорогая, я сделаю это за тебя. Или когда у него куча работы, и он совершенно не может отлучиться на 3 дня, а я сижу, берусь за голову и говорю, я не знаю, я одна, я не смогу одна присутствовать на этом буркшопе. Мне нужно сильное плечо, на которое я могу опереться и которое мне сможет помочь. И когда он переносит все жизненно важные встречи на другие дни, и едет со мной на эти 3 дня, и каждую секунду находится рядом, помогает и поддерживает. Вот это я называю ухаживанием, а не цветочки, конфетки и подарки по поводу ЭБС. Это не ухаживание, это все так просто, это просто знаки внимания. Одни мужчины любят дарить цветочки, другие нет, но настоящее ухаживание и настоящие мужские поступки, они важнее любых миллионов. Я вам, девочки, всем желаю, чтобы в вашей жизни был такой мужчина, на которого вы сможете опереться просто в любой ситуации, именно не в материальном, а в моральном плане в первую очередь, что он будет вашим сильным плечом в любой ситуации. Я думаю, что нужно заканчивать. Я как тут с вами расклеилась, у меня аж прям нос хлюпает, голос дрожит. И надеюсь, что это не будет большим минусом в этом видео, мой такой дрожащий в конце голос, просто мой муж это святое. И я никогда никому не позволю лезть в свою семью и говорить, что у меня что-то не так, потому что у меня все настолько так, что дай бог каждому такую хорошую семью, как у меня. И я это говорю не для того, чтобы как-то покичиться перед вами, для того, чтобы сказать, что у меня такая классная семья, а у вас нет. Нет, ни в коем случае. Я уверена, что у каждого есть своя философия в семье. И если устои в вашей семье соответствуют вашей философии, и у вас в семье присутствует внутренняя гармония, это самое главное. В моей семье она есть, и я желаю иметь ее вам в вашей семье тоже. Все, я вас целую, я опять заболталась. Не забывайте поставить лайк этому видео, подписаться на канал. И пока-пока, с вами была Даша. Спасибо.